Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mazda 6-я 2007 года выпуска 1.8 механика пробег на автомобиле 230 тысяч километров срезало опять правый привод внутренняя граната не та, которая в коробку входит а на промежуточный вал шлицевую опять срезало это уже поломка была думали, что коробка полетела, грохот такой стоял оказывается не так часто но на этих Mazda это происходит но на этой именно, второй раз ту гранату восстанавливали дали гарантию что будет работать там очень долго, ну отходила она недолго, не знаю около года или полгода поэтому заказали другую, контрактную сейчас поднимаем снимаем изношенную и устанавливаем контрактную поднял автомобиль снял колесо откручу я наконечник от сапсы ключик на 17 резьбы мазаные крутится легко беру съемник отодвигая снизу пыльник ветер разрушивался не хватает не хватает длины зелосъемника чтобы одеть на палец возьму тогда отобью так же откручу гайку гайку на приводе для этого снизу через вентиляцию ребра охлаждения вставляю отвертку металлическую головкой на 32 откручиваю привод вентиляцию гайку на мебель отвертку срывается привод смазан двигается легко теперь снизу подкручиваю две гайки повыше подниму отгручиваю эти две гайки на 21 и после этого мы уже сможем цапку поднять вверх и вывести из ступицы привод ну а теперь я возьму с коробки маленько масло солью так как уровень масла у нас все равно чуть-чуть выше вала привода чтобы у нас и она не побежала вот сливная пробка я его солью пробка на 24 все масло я сливать не буду солью около литра правда придется вымазаться маслом маленько масло густое сильно не бежит все я думаю этого достаточно затянул пробочку и смою очистителем карбюратора масло зальюная пробка у нас впереди находится вот она зальем потом через нее сейчас откручиваем вот этих два болта на 14 снизу и сверху такой же и целиком привод вытягиваем удобно откручивать отсюда длинным удлинителем головка на 14 так верхний болт я открутил все можно вытаскивать привод вот привод который к нам пришел это наш привод здесь сейчас провернула и он поперек стоит он не люфтит до этого он люфтил вот здесь вот если прислушаться сейчас есть небольшой люфт и так и так вот он ходит но это нормально потому что лиц лицевая все равно не плотно и и стопор внутри это на стопори ход это на шлицевой здесь этого нету не так не ходит не так не ходит там уже провернула этот вал менял этот вал менялся это вал с коробки автомат это механика этот пришел родной с механики это переделывали уже но отходил недолго сейчас я просто возьму собью все равно это уже выкидывать поэтому не жалею да и ладно не хочет да не хочет что я ее насилую короче провернулась она у нас в этом месте зашевелилась возьму кувалду все равно не хочет на весу одной рукой не могу сбить но это понятно на этом приводе подмят пыльник его поправлю и поставлю эти пыльники здесь нету ни этого ни этого пыльника а эти держатся плохо также юбки маленько подогну и куку и куку и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, по старому месту поставил. Теперь можно смазывать болты, смазывать шлицевую и идти устанавливать. Все, вал зашел и здесь я направляющие поставил. Сейчас берем оба болта, верхний и нижний, наживляем и закручиваем их. Болты я смажу медной смазкой. Продолжение следует... И закручиваем. Продолжение следует... 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 Вставляем фиксатор. Ну а теперь закручиваем нижние гайки. Берем. Гребен. Берем. Макрабай. Берем. Клуб. Финкер. Смажу посадочную, вязьбу, шпильки смажу. А теперь заливаем масло. Откручиваю заливную пробку. Пробка также на 24. И шприцом заливаю масло обратно в коробку. Все, что я слил. Все, это последний шприц. Проверю уровень масла. Да, уровень нормально. И подтягиваю. Все, устанавливаю на место колесо. И пробую. Уже должно быть все нормально. На этом замену правого привода я закончил. Всего вам доброго. Спасибо.